Куркума Здравствуйте! Здравствуйте все, кто сегодня со мной на канале Америка. I love you! Сегодня я хочу поговорить о куркуме. Здесь куркума называется турмерик. Вот это такой желтый порошок. А еще я буду говорить, естественно, об эфирномасле, тоже турмерик. Но вот это на сегодня. Куркума в диком виде встречается в Индии, Пакистане. Ее также выращивают в Индонезии, Шри-Ланка и многих других странах. Это натуральные корни из семейства имбирных, из высушенных корней которых готовят очень полезную специю со специфическим вкусом и цветом. Полезные свойства куркумы были раскрыты много веков назад. А в настоящее время куркума становится все более популярна и актуальна. Так чем же она так хороша? Оказывается, ее ценность в том, что она обладает сильным противомикробным действием. И благодаря этому в жарких странах было замечено, что когда они добавляли эту приправу в пищу, то она прекращала портиться. Значит, добавка куркумы способствует консервации пищи, снижению ее бактериальной и грибковой порчи. Что же содержится в этом растении? Тут я, как обычно, записала. Так, сейчас, что у нас содержится? В ней содержится фосфор, железо, йод, кальций, витамин С, В, К, В2 и В3. Куркумин, который содержится в куркуме, является сильным природным антибиотиком. И помогает организму бороться с различными заболеваниями. Ведь природный антибиотик, в отличие от синтетических, не приносит вреда нашему организму. В куркуме также есть эфирное масло и фитопитательные вещества, которые выполняют функцию антиоксидантов. Омолаживатель нашего организма и защищает от разных опухолей. К антиоксидантам, в первую очередь, конечно, относится куркумин, который отвечает за большую часть своих преимуществ для здоровья. Наукой доказано, что куркума, опять я записала, тут такие слова, что куркума оказывает противовоспалительные, антиканцерогенные, антимутагенные и антиоксидантные действия. Поэтому ведутся постоянные разработки новых лекарств с его применением. Так что же лечит куркума? Наверное, быстрее сказать, что она не лечит, чем лечит. Она полезна в случае инфекции, простуд, воспалений, проблем желудочно-кишечного тракта. Она лечит гастрит, а также язвенные болезни желудка. Куркума снимает боль при остеоартрите. И это превосходное средство для повышения иммунитета. Содержание в нем турмирона, биоактивного вещества, увеличивает функцию мозга, восстанавливает клетки мозга, а следовательно лечит болезнь Альцгельмера. Куркумин, благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, эффективно лечит все виды рака. Целитель Вильям Лавали объясняет, что в отличие от химиотерапии, этот ингредиент, когда попадает в клетку, уничтожает раковые клетки, а здоровые клетки оставляет целыми. Способность побеждать раковые клетки, а также защищать клетки человека от перерождения в раковые, прежде всего благодаря тому, что антиоксидантный эффект защищает клетки от кислородно-радикального окисления. Куркумин уменьшает уровень воспаления в нашем организме, а также очищает наше тело от токсинов. Куркумин применяется при лечении кожных заболеваний и очень эффективен при залечивании кожных ран. Куркуму используют в косметологии, а также в кулинарии. Куркумин – это основное красящее вещество, входящее в состав корня куркумы. Именно он и придает вот этот желтый цвет. Из него делают пищевую добавку Е100 и используют в пищевой промышленности при производстве майонеза, сыров, йогурта, сливочного масла и маргарина. Эта добавка дает красивый желтый оттенок и очень привлекательный вид. И вот в моих куличах, которые вы видели, когда я делала на Пасху, я тоже добавляю куркуму для того, чтобы был вот такой красивый желтый цвет. Но не только куркумин содержится в куркуме и является таким ценным для нашего здоровья. Это еще и куркуминоиды. Но вот исследования показали, что куркуминоиды, они совершенно не всасываются, а если и всасываются, то в очень маленьком количестве. И то только в присутствии жиров и жирной пищи. То есть можно сказать, что куркуминоиды проходят через наш желудочно-кишечный тракт прямо на выход, не всасываясь. Но даже то, что она проходит практически транзитом, это все равно не уменьшает ее достоинств в просвете кишечника. И вот теперь, когда мы знаем о ее лечебных свойствах и целебной силе, конечно, уместно будет поговорить, а как же ее принимать, как ее пить. На этот счет есть очень много разных советов и рецептов от различных заболеваний. Какую куркуму брать, какую куркуму использовать, она есть в порошке, она есть в капсулированных экстрактах, ее продают в таблетках. Ну и, конечно, есть натуральный корень. Конечно, если у вас есть возможность купить натуральный корень, то, видимо, это будет самый лучший результат. Тогда вам надо будет его, конечно, хорошо почистить, помыть, ну и, естественно, натереть. И вы можете натирать это прямо со шкуркой. Из корня можно также делать сок и добавлять его в разные смузи, шейки. У меня такой возможности нет, поэтому мы используем порошок. И порошок не менее полезен и очень удобен в применении. Я сейчас покажу, как мы пьем куркуму. Я вот поставила, чтобы чайник у меня закипел. У нас даже чашки специальные для этого, потому что она очень красит. Ложки все покрашены, кружки окрашены. Так что вот я уже положила одну ложку меда. Теперь я положу ложку этого порошка куркумы. И, в принципе, я заливаю вот мед с куркумой, заливаю кипятком. Какой он желтый. Смотрите, вот такой вот. Так, и вот сюда я немножко добавлю немножко черного перца. Сейчас, пока он остынет, мы потом позовем Дэна и пусть он пьет. Он еще добавит туда, вот у меня стоит, яблочный уксус. Я раньше тоже пила точно такой же. А сейчас я перешла на эфирное масло. Очень быстро, очень легко. Вот у меня стоит стакан воды. И вот у меня эфирное масло, турмерик. Я просто капаю одну каплю сюда и все. И мне это настолько нравится. Это так легко. Мы пьем это натощак. За полчаса до еды. В течение дня. Это не обязательно делать утром. Утром мы пьем воду с лимоном. Слишком много всего пить. И мы пьем это курсами. То есть мы пьем месяц, потом месяц отдыхаем. Потом опять возобновляем. Можете пить две недели. Потом сделать перерыв две недели. Вам не надо пить все 365 дней в году. Абсолютно нет. Тем более столько много всего, что надо пить. У меня вот специально есть такой календарик, где я записываю, что мы пьем сейчас, что мы будем пить потом. Потому что слишком много всего надо пить полезного для здоровья. Я перешла на эфирное масло. И хочу чуть-чуть прочитать прям со своей вот дотеры. Эфирное масло куркумы добывается методом паровой дистилляции. Известно своим благотворным воздействием на нервную систему, эмоциональное состояние. Употреблять его внутрь для повышения антиоксидантного потенциала организма, улучшения иммунного состояния. Используйте для улучшения метаболизма. Преимущество. Помогает поддерживать здоровый липидный обмен, метаболизм глюкозы. Помогает поддерживать здоровье нервной системы. Способствует здоровому функционированию клеток. Может способствовать укреплению иммунитета. Ну, в общем, я перешла сейчас на вот эфирное масло. И, не знаю, мне нравится. Так, значит, это я прочитала. Я здесь немножко составила себе, чтобы не забыть, что тут еще мне надо рассказать. О, ханни, это так красиво, что ты здесь. Я просто объяснила все о турбереке, и я делала для тебя. Ну вот, сейчас он тоже выпьет. Ну, какие еще есть способы применения вот куркумы? Почему я хочу рассказать вам? Потому что я хочу, чтобы вы выбрали то, что вам понравится. Что вы захотите, чтобы вот вам был приятен этот вкус. Почему я добавила перец? Потому что ученые выяснили, что активное вещество в перце, пепперин, он усиливает усвояемость куркумина во множество раз. А если еще капнуть и каплю масла, так эффективность будет во много раз выше. Масло можно взять, кунжутовое, конечно, хорошо, масло черного перца. Но если нет такого, то подойдет любая капелька масла. Другой рецепт. Вы можете взять 1 треть чайной ложки куркумы, добавить шепоточку перца, развести теплой водой и пить 3 раза в день. Эффект от принятия куркумы вы будете испытывать сами. Мне, допустим, очень нравится, что у меня нет изжоги, когда я использую куркуму. Очень большой эффект, когда вы используете куркуму с медом. Есть множество-множество разных рецептов. Вот для примера я могу сказать, допустим, во время простуды очень хорошо взять пол-литра молока, добавить 1 чайную ложку куркумы, 1 чайную ложку имбиря, немножко корицы и довести молоко до кипения. Не кипятить до кипения. Постудить и пить в течение дня. Очень хороший оздоровительный эффект. Вот, допустим, от ожогов. Куркуму надо развести с алои до густой массы. Как антисептик куркуму используют для полоскания горла, ротовой полости, зосин, гайморита, насморка. Лечит все воспаления. Для этого надо на стакан теплой воды развести пол-ложки куркумы и добавить пол-ложки соли. И подполоскать. А на сейчас я хочу еще рассказать об очень интересных моментах куркумы. Куркума способна сбалансировать организм. Это очень умная специя, которая распознает, что вам надо. Для женщин, например, она способна сбалансировать гормональный фон и восстановить какие-то женские циклы. Если у девочек останавливается менструация по каким-либо причинам, так вот куркума борется с этим тоже. А вот для мужчин куркума является источником мужского гормона – тестостерона. Поэтому очень многие мужчины, которые занимаются спортом, пьют куркуму для прироста мышечной массы. Вы можете давать детям уже начиная с 5 лет. Только, конечно, пропорцию нужно уменьшить в 2 раза. И очень хорошо это давать на ночь детям, так как она подавляет грибковые инфекции. Так, что я еще забыла сказать. Вы можете разбавлять даже не в воде. Можно смешивать с любыми овощными соками. Вот, поэтому много рецептов. И, пожалуйста, найдите свой, то, что вам нравится. Что еще интересного в куркуме, да? Вот она такая желтая, да? И она окрашивает, как я сказала, кружки у меня окрашены, ложки. Она окрашивает руки в желтый цвет. Но это парадокс, что в куркуме уникальная способность, отбеливающая для лица, а также выведение пигментных пятен. Вот. И теперь я хочу остановиться, наверное, на противопоказаниях, да? Самое главное – это соблюдать пропорцию. Одна чайная ложка в день. Потому что она как исцеляет, так она может и навредить. Если вы будете переварщивать, очень важна длительность применения. Не более 40 дней подряд. То есть вы можете делать месяц, потом перерыв, или две недели, потом перерыв, как вы желаете, но не более 40 дней подряд. Нельзя применять куркуму беременным женщинам, маленьким деткам, кормящим матерям. Если у вас есть хронические заболевания, и вы применяете множество различных медицинских препаратов, то, конечно, тоже вам нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Итак, я хочу сделать вот такое заключение. Если вы заботитесь о своем здоровье, и вы найдете свой рецепт применения куркумы, и вам будет нравиться и цвет, и вкус, и запах, то не отказывайтесь от куркумы, даже несмотря на то, что она не всасывается полностью в наш организм. Ну, наверное, все. А на сейчас, как обычно, короткий анекдот. Как же многие мужчины не смогут провести этот месяц со своими любимыми? К сожалению, им придется остаться дома со своими женами. А на сейчас я хочу сказать вам пока и до скорого. Я желаю вам прекрасного и удачного дня. Любите и оставайтесь любимыми. Берегите себя и всех, кто вам дорог. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, звоните в колокольчик, чтобы не пропустить мои дальнейшие видео. Субтитры сделал DimaTorzok